И снова здравствуйте! Еще две очень классные баночки от Саунри я решила вам сегодня показать. Это крем для рук, который я тестировала на себе, на своей подружке и на своей тете. И мы все втроем были в восторге. Я тестировала больше недели, а они чисто попробовали. Но у них тоже было мнение примерно такое же, как у меня за несколько дней пользования. Это крем для рук, интенсивное питание и влажнение. Вот в таком вот флакончике. Для меня такой флакончик впервые вообще я его пользую чисто в таком виде, как крем для рук. И мне немножко сначала, когда я его смотрела на сайте, мне казалось, что это вот как спрей. Думаю, блин, как он там выплескивается, будет жидкостью что ли. Ну и видно было, что он такой вот густой. Да, вот видно, что он так вот льется. Но и по-моему он полностью, полный практически до конца, до верха был. В общем, я вот до этой этикетки его так усиленно поюзала. Вот такая вот крышечка. На самом деле она очень тугая, что в принципе хорошо. Если, допустим, он будет держать в сумке, то эта крышечка не снимется и, соответственно, ничего не выдавится. У меня даже и тетя, и подруга, они решили, что он еще новый только, он запечатанный. Ну и он был такой вот в пленочке такой запечатанный. Если вам интересно, то посмотрите видео. В конце этого видео вот ссылка здесь вот на «Подпишись на Лёлю с моим глазиком», то бишь с глазик, который я рисовала, вообще глазик японца, япониста. И справа или слева там вот сверху или снизу плейлист «Саландри». Там как раз вот первое видео, где показано вот как они были запечатаны. В общем, вот такой пузыречек, тюбичек и вот такая вот фигнюшка. У меня что-то подобное есть, вот дозатор такой на пенке для умывания от коры, когда-нибудь она будет в пустых баночках. В общем, очень удобный дозатор. Можно, конечно, побольше выдавить, можно чуть поменьше. Но и вот такой капельки вполне себе хватит на русский полностью. Необычный такой аромат, травянистый. Моя тетя опознала его как ромашку. Ну, вот действительно, может быть и ромашка пахнет, может быть все вместе. Для меня чисто вот такое что-то травянистое. Ну и тут у нас активные компоненты. Это масло авокадо, масло кунжута, сок листьев алоэ, экстракт ромашки. Он уживет 12 месяцев. И сделано оно у нас 14 марта прошлого года. Очень классный крем, что вам хочу сказать. Тут все трое мы женского пола пришли к выводу, что руки от него просто как новая кожа. У меня, если вы в курсе, те, кто подписчики или кто периодически смотрит мои видео, знают, что у меня кожа очень сухая. Иногда она бывает очень-очень сухая и трескается иногда просто до крови. Я не знаю чем, маслом там, допустим, персиковым, персиковые косточки пытаюсь там себя как-то умасывать их. А вот здесь у меня стабильно в последнее время бывает вот просто очень сильно шелушится. Даже кожа рук вроде бы и нормально такая увлажнена, да, там каким-нибудь кремом вроде все хорошо помогает. Есть такие крема хорошие. Вот этот, можно сказать, на 5 с плюсом. Есть крема просто на 5 или на 4, на 4 с плюсом. В пустых баночках у меня иногда бывает такое, что я говорю, что очень классный крем, допустим, от чистой линии. Я помню, какой-то крем был очень классный. Крем от Настей Зарецкой, польский, Джоанна, тоже очень хороший такой классный. Но вот именно такого эффекта суперского я ни разу не видела, только вот от такого крема Савандри. Мало того, что он очень экономичный, он еще, если нанесли на руки, то, во-первых, руки не липкие, ничего не скользкое. Нанес на руки, можно сразу через несколько секунд уже заниматься своими делами. Если вы возьмете телефон, то он у вас из рук не выскользнет, и никаких пятен, допустим, на бумаге или на ткани не останется. Плюс, если вы помыли руки, то обычно, знаете, иногда вот нанесешь крем на руки, пойдешь, что-то такое сделаешь, но вот у меня, Маран, такой руки липкие, или я беру деньги, мне после этого надо обязательно помыть руки. И если руки моешь, то ощущаешь просто, потрую воды, что вот на руках какая-то непонятная штука, вот что-то такое инородное. И после того, как это все смывается, то оно смывается полностью, вот реально смывается вместе с мылом, вся вот эта непонятная фигня, и снова хочется занести крем для рук. Тут такого нет, можно утром помазать ручки, и в течение дня уже уж только так, потом уж совсем, если вдруг приспичит. Очень долго такой эффект увлажнения чувствуется. Ну и вот здесь вот у меня за неделю пользования, ну, конечно, еще не полностью, но уже практически исчезли эти шелушащиеся, сухие кровавые кусочки. Вот здесь вот совсем чуть-чуть осталось, но вот эти вот места у меня уже полностью гладкая кожа. В общем, очень классный крем в этом плане. Меня еще кот любит царапать в этих местах. Ну, в общем, маленькие даже ранки какие-то такие вот заживляют. Но с учетом, что у меня вот здесь было шершавое в начале недели прошлой, когда я получила, вот еще в понедельник у меня во вторник, во вторник я получила посылку, а тот самый, у меня еще была такая кожа шершавая, жутко. То есть сейчас у меня намного лучше, и так совсем чуть-чуть, какие-то такие небольшие кусочки. В общем, очень-очень классный крем. Если у вас такие же проблемы с руками, как у меня, или просто сухая кожа рук, или вам не хочется, допустим, тратить кучу денег на всякие крема, что вот, ну, купил там, смыл, купил, куча всего. Допустим, у меня тюбик в 50-75 мл стабильно так за месяц уходит. Вот это очень экономично, и не нужно было каждый день там по нескольку раз наносить на руки. Если вам хочется чего-то такого, что более натуральное по составу, чем, допустим, и Фраш или Гринмама, ну, и про другие, просто про каталожные фирмы я молчу, то я вам очень советую саванги. Конечно, под видео будет ссылка на сайт, где можно заказать эту косметику. Обзор сайта у меня есть в том самом первом видео, если вам вдруг просто интересно, можете в конец видео тнуться и там последние какие-то минуты чисто посмотреть для себя. Ну, и, конечно, ссылка будет на сам продукт, и вы сможете его купить. Тут 100 мл, я сейчас не помню, сколько он стоил, 200 с чем-то или 190 рублей, как-то так, но я считаю, что цена вполне оправдана. Потому что, ну, допустим, за 125 или за 135, я не помню, эти лимитки, и Фрашевского крема можно было купить новогоднее. И вообще крема для рук Фраша там что-то 300 с чем-то. Я покупала какой-то по скидке, он мне обошелся тогда в 235 или 250 рублей, помню. И там где-то было 75 мл. Он, конечно, был хороший, я ничего не говорю, на 4, может, даже на 4 или на 5 с плюсом. На 5 идет, не дотягивает, конечно, до 5 с плюсом, но вот этот и дешевле, и качественнее, и по составу все-таки более натуральный. Ну, и состав тут, конечно, минус в том, что вот чисто сам дизайн упаковки, золотые буковки на белом фоне. Но если вам интересно, вы можете почитать этот состав на сайте. В общем, вот такой классный крем. И второй крем, это крем для ног. Вот в такой вот баночке. Это у нас восстанавливающий крем для ног. Активные компоненты, эфирное масло чайного дерева, экстракты, календулы и ромашки, масло ши, карите, савандрик. И сделан он у нас 28 февраля 2017 года, по-моему, самый такой древний продукт из всех моих шести был. Ну, в смысле, древний, что 28, считайте, да? Ну, совсем-совсем недавно, в конце февраля. Все это живет, каждый продукт у них, ну, по крайней мере, те, которые у меня есть, 12 месяцев. В общем, тот 150 грамм плюс-минус 5. И мне тоже, самое так же, как вот предыдущее видео, я уже, думаю, будет залито на канале, косметический йогурт, клубничный мусс. Я думала, что мне будет просто неудобно доставать из такой баночки. Но на самом деле очень удобно. И, допустим, если больше пальчик досталось там у вас, то я просто размазываю до колена. Но обычно у меня крем для ног, иногда я просто много выдавливается, или даже специально выдавливаю сама, и наношу до колена у меня, если, допустим, летом, когда ноги устали, то очень даже хорошо. Здесь, если, конечно, вы не любите такие вот, ну, запахи типа чайное дерево, то, возможно, вам такой крем лучше не покупать, купите какой-нибудь другой. Там, по-моему, три разных вида. Здесь очень сильный такой аромат чайного дерева. Я люблю чайное дерево. И мне, в принципе, эта проблема не составляет этот аромат, этот запах. Крем очень экономичный. Он действительно питает хорошо кожу. И у меня она довольно была такая вот пятки. У меня чисто такие, я еще забросила снова свои ванночки, но начала тут немножко делать, и им пользоваться после этих ванночек. Даже не только после душа или принятия ванны полноценной. У меня кожа на пятках, ей можно... По шевшавости она, наверное, сродни самой этой пензе. Сейчас она стала намного мягче. Конечно, там есть какие-то еще шероховатости. Но благодаря тому крему она действительно увлажняется, кожа на пятках, и они как-то лучше себя ощущают. Конечно, я пользовалась всего лишь пока неделю, но даже за неделю эффект вполне себе, можно сказать, на лицо, не на лицо, но на пятки. И очень классный вообще. Цена, я думаю, тоже, в принципе, за такого крема, я думаю, нормальная цена. Я точно не помню, или 240, или 260, или 200 рублей, но что-то такое. Но тут 150 грамм вполне себе хороший такой объем. Хороший также состав. И, в принципе, я думаю, что если натуральная, то даже все вот эти крема какие-то каталожных фирм или еще что-то, в магазинах в обычных продаются. Конечно, есть крема, 100 рецептов красоты с тыквой мне очень понравился. Но именно вот эффект вот этих, что он мне смягчает эту жуткую сухую кожу непонятную на ногах, именно в районе пяток, это вообще-то сверхмечтание, это сверхжелание. Даже не знала, что такое бывает, потому что у меня очень сильная такая проблема была уже несколько лет. Хоть там пемзы и три, хоть чем еще, хоть с крабиком, но пока как-то не особо возникало что-то такое. И да, еще, конечно, за счет эфирного масла чайного дерева она дезидорирует кожу. У меня, допустим, периодически ноги жутко потери. Ну, соответственно, постоянно вы же не можете там мыть их, да, и приходилось как-то с чем-то таким справляться, каким-то кремом. Вот этот крем это вообще сверхмечтаний, в чем я очень вам советую и вот это, и вот это. Соответственно, тоже будет ссылка на этот кремик, вы сможете пройти и сразу там почитать состав, отзывы, посмотреть на него, там, посмотреть какой-то другой кремик. Ну, и если вам захочется, то заказать. В общем, если вам было интересно это видео, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. И если напишите комментарий какой-нибудь хороший, то мне будет приятно. И за пальчик, и за камин. Я думаю, приятно запальчик будет и компании Савандри. И, соответственно, конечно же, я вам очень-очень советую. И это, и то. Ну, и спасибо за просмотр, и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok